а сегодня у нас будет вот такой интересный тест 4 моих эскорта очень частый и популярный вопрос чем по сути то отличаются эскорты ваши то есть модель дешевле модель дороже дальность возможно может быть что-то еще мне стало просто интересно то есть вот грубо говоря их между собой никогда не сравнивал то есть вместе не катал там два эскорта то есть по очереди смысле не то что одновременно по очереди то есть вот он мой старенький 8500 x50 black который раз после него у меня следующий мой был это 9500 после него мой следующий паспорт макс был и сейчас вот он мой эскорт redline ex стало интересно по дальности то есть тупо мы взяли радар бинар и попробуем на этот бинар сейчас отстрелять их по дальности то есть кто покажет лучший результат просто вот тупо взять там скажем детектор для трассы то есть кто же круче будет на трассе кто возьмет дальше этот бинар далее мы прокатимся поищем треногу если получится найти таковую то заодно и проверим на треноги то есть попробуем провести параллель между бюджетными там шушлайками недорогими детекторами и все-таки вот эталоном скажем так всего остального к сожалению не взял я свой валентайн забыл хотел его еще покатать ну нет так нет то есть пока покатаем вот эти вещи четыре прибора у нас четыре образца сейчас поставим автомобили сбоку воткнем в него этот бинар и будем кататься но теперь поближе и в живую то есть грубо говоря ну так попробуй сверху поснимать если понятно будет 85 95 плюс минус по размеру примерно одинаковые это так уже пока жду человечка второго чтобы поставить автомобиль куда воткнуть бинар немножко расскажу паспорт максу немножко большего размера ну и эскорт редлайн и икс мой это просто громадина то есть вот таким образом их разместим и по очереди будем катать первый это вот у меня один из самых любимых радаров паспорт макс он у нас подключены с него мы начнем то есть сейчас подъезжает автомобиль и катаем дальше смотрим на результаты попробуем в лоб и в спину и так первый наш вариант это эскорт паспорт макс так перед нами наш первый тестовый образец это эскорт паспорт макс вот он включенный у нас мы находимся алматинцам будет понятно это район байсерке то есть вот от этого байсерке мы будем по старой копчегайской дороге выдвигаться сейчас на наш бинар и так погнали разгоняемся я просто хочу показать какая дальность то есть вот образно заметили где мы есть зигзагообразный поворот так и погнали так второй человек на связи то есть скорость наша будет дублироваться запись ведем на телефон поэтому здесь как-то нет у нас другого варианта нет у нас камеры профессиональной снимаем как есть так и погнали где будет первая сработка разогнаться немножко трафик вот есть первая сработка грубо говоря чуть раньше светофора и вот теперь пытаюсь показать какая дальность насколько далеко взял эскорт этот радар сейчас буду показывать то есть первая сработка есть машинка нам мешает это к тому что когда люди задают вопрос да что же делает то ваш радар что он стоит столько денег вот сейчас попытаюсь показать что делает наш радар который стоит столько денег и так разгоняемся так и погнали то есть нас еще не видно радара нету но мы уже знаем что там что то есть и и мне просто вот интересно с ним вместе сравнить 8500 который будет в кпоп то есть из-за горочки выезжаем едем дальше вот она постоянная помеха опять мы еще не видим радар ты меня видишь уже так нормально 90 едут видишь меня совершенно верно ты сейчас его не вырубай я еще спину попробую сразу с ним так вот мы проезжаем мимо только автомобиля в котором стоит этот радар и попробуем сейчас скрыться за поворотом чтобы посмотреть в спину насколько он будет так сейчас мы там развернемся получается и прокатимся в спину потом будет следующий у нас образец и будем смотреть дальше так здесь нам никакого вреда этот радар уже не представляет повторяем мы тестируем на бинар так мы здесь я думаю можно развернуться уже сигнала никакого нету ты радар не выключены включен и все понял сейчас разворачиваюсь не вырубай пока сейчас посмотрим спину насколько и потом дальше уже этот поменяем получается образцы так разворачиваюсь я не вырубай так смотрим теперь в спину разгоняемся здесь опять же вот рельеф усложняет все то есть мы из-за поворота выезжаем нежданчиком так так есть сработка то есть примерно я вот здесь уже не раз в этом месте тестировал свои радары и примерно одинаково то есть ну где-то метров около трехсот я бы сказал вот с левой машины автомобиль с которым мы тестируем это все дело и вот оно плавно это нарастание все нормально так здесь как бы все хорошо то есть спину в принципе меня более чем устроило все тормозят боятся никто ничего не знает так это наш первый тестовый образец сейчас будем менять второй образец ставить и будем продолжать итак следующий наш тестовый образец это эскорт 95 2 0 интернешнл пытается он найти спутники сейчас пока моргает иконка холодный старт не знаю за сколько он их найдет посмотрим сейчас и двинемся дальше опять посмотрим какие результаты покажет наш 95 2 0 так собственно gps там не надо поэтому мы пока машин нету выдвигаемся саша врубай gps пока он не поймал стоит он у нас в авто а еду еду а вот гаишники кстати навстречу что тоже с радаром мне кажется конкуренты ездят так и так выдвигаемся мы дальше так и ориентир образно светофор есть сработка есть то есть ну вот смотрим не хуже однозначно чем 85 24 207 немножко отличается чистота опять же не критично то есть здесь десятый тысячный даже 24 205 24 207 и так выдвигаемся и все-таки от игру мне интересно проведем параллели сейчас между 85 который любят так россияне и 95 с которым мне комфортнее хотя бы потому что он идет с дпс немножко раздражающего до техники но это машины которые ездят с превышением то есть нам получается обратную связь нужно держать с человеком так сигнал держит не теряет и я считаю опять же что здесь сигнал более адекватный то есть вот он идет по нарастанию 85 он более истеричный ну может быть кому-то это больше понравится кому-то меньше то есть вот как положено по нарастанию и так разгоняемся опять же чтобы показать эту дальность сумасшедшую также как 85 немножко пауза но видит не теряет он этот сигнал погнали держит все правильно все по нарастанию и вот в спину мне очень интересно то есть если будут те же показания но все-таки тогда каждому свое не буду я своих российских коллег как-то чем-то там упрекать личное дело каждого кто что выбирает опять же количество радарных комплексов в россии в разы больше чем у нас ну вот он уже орёт турниной все едем и едем здесь там уже спрятаться скорее всего не получится и вон он вдалеке автомобиль нет ни нас правда быстрее еду это ты их скорость видишь сейчас я опять спрячусь попробуем вот так получится нам 90 а докажите и сейчас посмотрим мы в спину опять же как он отработает все то же самое пока здесь чуть-чуть нет держит еще чуть-чуть держит в спину мне вот прямо очень интересно то есть пока всех порвал 85 сейчас сделаем забег в спину так сейчас мы развернемся ну вот собственно как бы уже на этой стадии понятно за что люди платят то есть собственно почему дорогое это все-таки хорошо чем дешевое а потом я проведу все-таки параллели и поставлю вещь дешевую не буду пока говорить какую и покажу как вещь дешевая будет срабатывать на этот же самый радар то есть чтобы опять же провести параллели насколько там дальше ближе что ж вас так много тут так разворачиваемся и двигаемся теперь в спину и вот тут внимательно будем смотреть единственное такое местечко я нашел где и дорога нормальная без ухабов и в то же время где можно разогнаться то есть где-то притопить потому что весь день стоять это как бы тоже не прикольно опять же народ шарохается народ въехать не может откуда помеха и все начинают вкапываться ну что же люди так есть примерно одинаково то есть с 85 не больше и не меньше все то же самое и теперь будем смотреть насколько он будет спину держать этот сигнал но опять же нарастание 95 и макс оно меня больше впечатляет то есть я по звуку не смотря на радар мне легче с ним скажем так ездить так итак смотрим насколько он будет держать так так держит 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 Держит. Ну, ребят, ну не хуже он, чем 85-й. Ну вот реально не хуже. Не знаю, кому как, кому на что. Благодаря этому Кэпоп 2. Но для Казахстана конкретно, Алма-Ата там, для Казахстана, скажем так, ничего у нас такого особенного тут нет. Держит. Держит. Вот так-то. Держит. И не хуже у него дальность, чем у 85-го. Только в 85-м будет денег стоить меньше. Почему? Потому что GPS-а нет. А в 95-м есть GPS. Все, на этом третий наш образец готов. Следующий наш образец будет Escort Redline EX. Вот, собственно, то, что меня больше всего интересует. Итак, второй наш тестовый образец. Это Escort Passport 8500, в котором будет включенный Кэпоп 2. Так, Саша, врубай. Включил? Сейчас, подожди. Все, включил. Так, итак, чем хорош этот радар? Да поэтому радару уносятся россияне. То есть, именно этот Кэпоп диапазон, он отвечает за детектирование вот этих короткоимпульсных радаров. В нашем случае это Vizir и Binar. То есть, конкретно Алмата и область используют Vizir 2M и Binar. То есть, вот в этом случае, именно против этих радаров, основных, скажем так, этих радаров наших, ну, тренога, тренога, она, я считаю, не настолько опасна. Вот. Вот, этот радар считается чемпионом. Сейчас мы проверим, настолько ли это так. То есть, не проще ли взять, скажем, допустим, тот же 95-00, в котором уже будет GPS. Все детекторы мы используем в режиме авто. То есть, на самом деле, я сам так езжу. Мы делали, опять же, тестирование, где катались в режиме трасса. В режиме трасса была чуть большая дальность была. То есть, не настолько, чтобы там сказать, вау, во. Ну, да, 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 дальше он взял. Ненамного, метров, может быть, 50-100, но он взял дальше. То есть, смотрим по частоте. 24, 199, 24, 201. И он уже в хаотичном варианте у нас. То есть, да, чуйка у него, конечно, подзаряжена. К чему, опять же, я все это? То есть, ребят, для города я с вами абсолютно согласен. Я бы, возможно, взял бы какой-нибудь сигнатурник и катался с ним потихоньку. Но для трассы никогда в жизни я этого не сделаю. Почему? Потому что это реально опасно. Ну, смотри, он уже дурниной. Вот. Именно поэтому я все-таки советую бы иметь один вариант детектора для города постоянный. И второй вариант, получается, для трассы. Так, потухло чуть-чуть. Макс в этом плане не терял. Но этот, я говорю, немножко дальше взял у нас. Это хорошо. Но, тем не менее, сигнал он не теряет. То есть, 24, 201, это и есть. И вот, опять же, смотрим, какая сумасшедшая дальность. Опять же, вопрос к тому, что, когда вы едете по трассе, то есть, почему именно дальнобойность-то это нафиг и нужна нам? Почему? Потому что, грубо говоря, кого-то щелкает, да у вас больше шанса будет оттормозиться. Все, вот он дурниный ушел. Мы еще все едем. И вот он держит сигнал хорошо уже. Потому что именно трассовым я его и оставил себе. Так, на всякий случай. Почему вот этот весь зоопарк у меня и держится. Что там, скорость? Пока не видишь меня. Не видишь, не видишь меня. Потому что я тебя еще не вижу. Капец, они здесь все вкапываются. Вот сейчас должен увидеть меня. Я спрятался, спрятался, спрятался. А ты меня не видишь. А я спрятался, спрятался, спрятался. Да. Вот если так прятаться, то да, много чего можно. И сейчас мы посмотрим, опять же, в спину. Насколько он будет лучше, хуже. Так, здесь опять же у нас тишина. Опять же, радар здесь нам не представляет никакой угрозы. Поэтому не обращаем внимания. Это понятно, что он направлен в другую сторону. Мы едем в противоположную. И тут как бы глупо было бы это детектирование делать. Так, сейчас мы опять же развернемся. И прокатимся, получается, в спину на этот радар в этом же КПОП-2. То есть, насколько это хорошо или плохо. Опять же, вспомнилось мне, россияне, когда обсуждали между собой 85-й, 95-й. Типа, 85-й по параметрам лучше, чем 95-й. Но, мол, сейчас еще пока параллели не проводили. Сейчас мы эти параллели проведем. И посмотрим, действительно ли так конкретно параллель 85-й и 95-й. Так, разворачиваемся. И заезжаем на этот же радар в спину. И посмотрим сейчас, как здесь 85-й отработает. Так, примерно сейчас покажу то место, где у нас сработал Макс. И будем сравнивать 90-й, ой, 85-й. Радар включенный? Да. Так, радар включенный. Так, вот мы вышли из-за поворотика. Есть. Ну, опять же, плюс-минус с Максом одинаково. Единственное, более истерично он получается, благодаря тому, что я считаю, в этой чуйке, как бы, чуйка у него посильнее немного. Так, разгоняемся и смотрим, насколько он будет держать. Ну да, здесь вот в спину, допустим, он сигнал держит получше. Прям хорошо держит. Это, опять же, вопрос к тому, кого щелкают сзади. То есть на трассе, как у нас обычно, любит наш жопол делать. Получается, сзади есть такая практика, как бы уже наслышаны, что, получается, сзади пристраиваются ночью порой даже без габаритов. И щелкают машины. Ну вот, как бы, в принципе, 85. Нет, еще, смотри, что. Согласен. В спину он, наверное, лучший. Пока на данном этапе даже немножко поднатянул он Макса. То есть в этом плане согласен, абсолютно согласен. Так, выключай радар пока. Сейчас меняем следующего образца поставим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...